Для модельера Светланы Романовой выкроить время сейчас звучит гораздо актуальнее, чем выкроить платье. Трое деток, шестилетняя София, двухлетняя Иван и десятимесячная Рада занимают внимание мамы целиком. Но мастер уверена, чтобы быть в гармонии с семьей и миром, женщина должна делать что-то для души. И раз любимым шитьем заниматься пока нет возможности, Светлана окунулась в мир украшений из различных материалов. Мама моя, она увлеклась камнями, смотрела по видео, ролики на ютубе, передачи смотрела про ювелирные камни, как обрабатывать цвета, смотри, как красиво, смотри, красота-то какая. Это вот с подачи мамы. Думала, да ну, да какая ерунда, да что-то я тут буду, то ли дело плача сшила, вот так дело, а тут вот что-то вот ковыряться. Но однажды она все-таки, говорит, смотри, какой камешек. Она купила красивый камешек, гад крупный очень. И говорит, давай вставь сама. Там штыречек, там на пин закручивается и подвешивается на подвеску, ну, самый простой, просто камушек повесить на шнурок. И мне так понравилось. Я с таким удовольствием это сделала. Я его с таким удовольствием потом носила, одевала. И вот с этого и началось, и понеслось, как говорится. Фурнитуру и камни, как искусственные, так и натуральные, полудрагоценные, мастерицы искали в интернете, на сайтах совместных закупок. Когда Света начала выкладывать первые ожерелья и браслеты на своей страничке в соцсетях, клиенты, которые раньше шили у нее наряды, начали обращаться с заказами на эксклюзивные бежу. Платье, оно может быть одинаковое, можно в нем пойти и на работу, и куда-нибудь с друзьями там в кафе, например, и по магазинам пойти. А вот разные украшения, они придают определенное настроение. И немножко рассказывают людям о том, кто вы и какая вы. В украшениях тоже есть стиль, как и в одежде. То есть есть деловые какие-то украшения, очень скромные, монохромные обычно они бывают. Очень лаконичных форм простых, без каких-то декоративных элементов, там что-то самое основное. Их можно в офис, например, одеть, и уже будет видно, что вы цените там камни, например. Какой-то у вас есть определенный вкус художественный. Как-то вот о себе вот таким образом вот заявить. Украшения могут быть из бусинок просто. И это могут быть очень творческие украшения. Вот в боху стиле, в боху теме, этнические украшения. Они не всегда из натуральных камней. Они могут быть вот из бисер, из мелких бусинок. Вот это вот стеклянные бусинки из Индии. И несмотря на то, что они не драгоценные совершенно, и как бы финансово они не так дорого стоят. Ну, например, одетое к летнему белому льняному платью, или, например, цвета небеленного льна к платью, оно очень интересное настроение придает. И рассказывает о хозяйке, что она вот такая вот творческая, необычная вот девушка. Дизайнер считает, что любой моднице под силу сделать простое украшение своими руками. Своё колье для съемки она сделала, к примеру, за полтора часа. И открывает для зрительниц небольшие секреты изготовления подобного украшения в стиле Боха с кварцевым пальцем. Для этого нам потребуется веревка джут. Она очень доступна в любых магазинах. Можно взять льняную веревку или конопля, но это уже по возможностям. Для этого нам понадобится еще клей-момент универсальный прозрачный, инструменты, круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, крючок, чтобы закреплять ниточки, и красивый камушек. Красивый камушек может быть любой. Сегодня я выбрала вот такой палец кварца называется. Он добыт недалеко от Челябинска. Он очень красивый, потому что он такой почти необработанный, просто грязь у него отмыта и вот такой вот первозданного вида камень. С помощью сантиметра определитесь с длиной изделия, а потом им же отмерьте нити. Правило стиля здесь одно. Чем точеннее ваша шея, тем меньше нитей в заготовке. Затем в дело идут плоскогубцы и клей, с помощью которых фиксируем края заготовки. Неудобные кончики прячутся с помощью крючка и обрезаются. Этнотема и Боха стиль, он очень в выборе способа крепления материалов, он предоставляет огромный простор для фантазии. И вот этот камушек, поэтому мы будем его сюда просто приматывать ниткой. Ловкость рук и правильные акценты – вот нехитрый рецепт для ожерелья в этно-стиле. Гораздо больше времени уходит на другие дизайнерские задумки. К примеру, это сумка, с которой Светлана пришла в студию. Один из ее любимых аксессуаров. Она шилась и дорабатывалась несколько месяцев. Ленты вот выписывала я из Китая, выписывала, ждала их три месяца, вот эти вот кружевные ленточки. Приложила, посмотрела красиво, но не то, хочется вот чего-нибудь изюминки. И потом в Екатеринбурге в одном из магазинов мне понравились вот такие вот красные пампушечки. Они такого яркого цвета, и на дневном свету они прям яркие такие, прям бросаются такие в глаза. И думаю, мои серые сумки, они подходят ну просто идеально. Это вот прям вот изюминка такая, которая вот выделяется вот здесь вот. И на общем фоне они вот такие вот яркие акценты. И все равно показалось мне пусто. И тогда уже пошло в ход все, что было. Вот остатки от ленточек, металлические фурнитуры от бусинок и перышки. Перышки тоже появились случайно и тоже позже, намного позже в другом магазине я увидела перышки. Думаю, ну мне это точно надо. На любимые вещи они так и собираются, что в одном магазине я увидела одно, пролежала месяц, другой третий, в другом магазине увидела другое. И все это собирается, бывает, что годами даже некоторые вещи, прежде чем получить жизнь. Пусть этой затяжной весной каждая девушка найдет свой яркий и гармоничный образ, а Светлане Романовой пожелаем вдохновения и больше времени для творчества.